Тюменец Андрей Вьюхин завоевал первую взрослую медаль. И произошло это событие на домашнем этапе Кубка России по биатлону. Медаль емкой стала спринтерская гонка, которая открыла программу этапа в Тюмени. Вьюхин допустил один промах на лёжке, который смог компенсировать отличным ходом. В награду третье место. Вообще как в сказке, потому что родной стадион. Я тут все лето протренировался и по сути первый же зимний старт на этом стадионе. То есть вся трасса вплоть до каждого метра исследована. Лучшим стал Эдуард Латыпов, промахнувшийся, как и Вьюхин, один раз. Призер Олимпиады выиграл у тюменца 11 секунд. Сегодня бежалось комфортнее, чем в Увате, где башкирский биатлонист получил обморожение щеки. Я не знаю, видно, не видно. В любом случае, проходит постепенно. Но, как говорится, раз отморозил, будешь постоянно отмораживать. В любом случае, предохраняемся на тренировках, заклеиваем тейпами. Сегодня немножко потеплее и уже надоело клеить. На счетке думал, рискну, попробую пробежать сегодня без тейп. Серебро у Романа Еремина из Новосибирска. В аналогичной женской гонке тюменка Виктория Сливко выступала в желтой майке лидера общего зачета. В стрельбе она была безупречна, но на дистанции проиграла довольно много. Финишировала пятой. Выиграла и у горчанка Елизавета Каплина, которая и стреляла точно, и бежала быстрее всех. Сегодня было гораздо легче, чем в Хантамансиске и в Увате. Погода хорошая, стреляла хорошо, бежалась не так легко, как хотелось бы, но уже легче. Белорусская Динара Олимбекова последний круг прошла вместе с Каплиной, благодаря чему показала второе время, сместив с этой позиции другую представительницу игры Екатерину Носкову. Но эта гонка всякая случается, бывало, что мне везло, допустим, за сильными соперниками в борьбе. Конечно, когда ты соревнуешься с кем-то вот тут, это легче, нежели когда тебе передают информацию, и ты должен прежде сам с собой бороться. Финишный протокол спринта стал стартовым листом гонки-преследования, которая пройдет 10 декабря. Соревнования в Тюмени закончатся в воскресенье двумя мастартами. Болеем за наших. До свидания.